Сколько ж ещё идти-то? Ай, ну где ж этот кабинет-то? Какие-то лабиринты. Так, точно не туда. Может, я этажом ошибся? О. Здрасте, я тут ищу кабинет один, там Дэйв лежит. А, приветствую вас, это же вы вчера были. Да, я решил проверить, как он. Побеседуем? С удовольствием. Ну, кабинет найден. На одну проблему меньше. Давненько я не был в больницах, надо бы сходить, провериться. А то здоровье шалит в последнее время. Пустовато тут как-то. Странно. Ладно. Меня звать Вениамин. Я лечащий врач. Расскажите поподробнее, что вчера произошло. В общем, дело было ночью. Приезжаю на вызов. Говорят соседи, мол, шумел. Я решил проверить. Такому уж с ним издавна. Я захожу на студию, стоит за стойкой и начинает на меня кричать. Не подходи, призрак. Пырну, не подходи. Я удивился, естественно, и говорю ему. Ты чего, Дэйв, шутишь? С призраками у меня дела холодные. Проваливай отсюда. И как-то так по смешному рявкнул на меня. И я понял, что с ним что-то не то. Отпусти нож и успокойся. Я на службе так-то. Ну, он вроде начал молчать, успокоился, но был с ножом. Я был на готове. В итоге, от испуга, конечно, мне пришлось с него стрельнуть и его вырубило. А дальше вы знаете. Судя по рассказу, он так себя не ведет. Возможно, он был под токсичными веществами. Вряд ли, он не шутит с такими вещами. Единственное, пока я вызывал вас, я увидел бутылку одну. Его так не могло, он мужик крепкий. Мы с ним устраивали после работы посиделки. Анализ показал, что в нем и вправду было алкоголь. Но было что-то еще. Ладно, Вениамин. Пойду осмотрюсь, будут вести, звоните. Странно это все. Не похоже на него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!